всем огромный привет дорогие мои любимые зрители ну что ж сегодня у нас стрит стайл мы с вами видим первую очень понравившуюся мне женщину посмотрите как красиво на ней сидит этот голубой костюм я хочу сказать что осень как обычно пришла неожиданно нагрянула накрыла нас своим ледяным ветром холодной температурой и конечно же модницы принарядились уже в более теплые вещи кто-то выгуливает вот такие вот красивые ярко-красно-ало-оранжевые парки кто-то нюдовые пудровые пальто кто-то как всегда любит одеваться в total black в общем посмотрим сегодня как выглядит петроградская и так зеленые брюки красно-алый джемпер берет красная сумочка видно что девушки модницы и насколько же по-разному они одеты хочу сказать что на петроградской конечно очень мне нравится снимать вот видите совсем другой стиль кажется кожаная куртка до кожаная куртка косуха и бахрома из цепочек на сумке такой романтичный casual стиль вот более сдержанный лаконичный мужской практически пиджак я даже не удивлюсь что это на самом деле мужской пиджак а не то что называется жакетом по версии александра васильева черное пальто с поясом ну в общем вы видите кому-то жарко кто-то футболках кто-то в куртках погода меняется каждый день даже в течение одного дня но высматривать модниц конечно сплошное удовольствие вот смотрим мы так на переход и конечно же в наше поле зрения попадает самая эффектная модница вся в бежевом в черной косухе в шляпе все продумано в общем мне очень нравится обожаю таких модниц а следом модница тоже кстати в тренчкоте и в черном капюшоне что кстати тоже является в общем-то классической формулой стиля ну а это типичная представительница скандинавского стиля а-ля кос а-ля и надо stories это вязаный грубый жилет все такое свободное широкое оверсайз на и многие уже надели сапоги и конечно же конечно же улица выглядит уже ну вот осенний такой осенний и цвета сочетания красного и горчичного эффектно конечно же смотрятся они дополнены зеленой сумкой кюлотами и кстати кто сказал что только три цвета надо смешивать знаете это утверждение уже довольно архаичное и для тех кто не уверен в себе а все остальные могут использовать не только три но и больше цветов конечно 3 это просто типа ты не ошибешься а когда ты вводишь 4 5 это уже говорит о том что ты можешь как-то не гармонично смотреться безвкусно и тебя могут обвинить в том что ты выглядишь там я не знаю как клоун городская сумасшедшая и так далее но что будет если вам это скажет ну что полиция нравов приедет или фэшн полиция в общем дорогие друзья я то всегда за смелость за разнообразие за любой кипиш что называется в области уличной моды но мне нравится как одеваются наши девушки наши женщины вот выгуливают тренчкоты вы видите да сегодня видео их очень много но пожалуй это единственное время года когда их действительно можно носить вообще у нас обычно бывает так футболка жарко жарко на следующий день уже можно надевать зимний пуховик ну вот когда я проводила эту съемку действительно было много тренчкотов потому что погода была подходящая они немножко конечно на одно лицо все но если присмотреться то конечно же и оттенок разный какие-то отделки разные в любом случае модницы могут спокойно их сейчас выгуливать хотя вот когда я записываю озвучку на улице уже холодно дождливо и пожалуй если бы я сегодня снимала стрит стайл то было бы уже больше теплых встеганных пуховичков пальто они плащей вот в тот день когда вы видите ну и конечно же вот этот парень прям по второму кругу его хочу показать вы только посмотрите молочная капсула и что это у него пальто вязаная или трикотажная или что это такое судя по тому как пластично да это все таки вязаный такой кардиган пальто ну видите все таки у нас какие модные парни тоже встречаются но это просто вот классическая формула как учат стилисты берешь бежевое пальтишко или плащик надеваешь джинсы или брючки тельняшку и все эта формула так сказать беспроигрышная никто тебе не скажет что ты оделась безвкусно хотела я снять этот розовый свитер с оборванными краями но последний момент выплыла девушка с каким-то розовым огромным пакетом загородила в общем крупным планом не снять не удалось сама я кстати с огромным удовольствием выгуливаю куртку стёганую куртку которую купила за на the stories как-то она прям у меня сразу пошла в вход ну вот смотрите еще один какой модный парень вот прям образ на пять с плюсом молодец какой total black скоро у нас все будут такие total black и потому что любят в питере одеваться во все черное но некоторые так сказать нарушают нарушают можно сказать питерские тренды моды ежегодные и стараются как-то расцветить хотя бы в пределах нейтральных ахроматов черный белый и вот тут вот немножко такой талп или шоколад молочный что-то такое насыщенный талп или молочный шоколад можно сказать много конечно носят нынче ну я бы сказала это уже каждый год все больше и больше эко кожи да вот мы видим кстати несколько кожаных курток в кадре одновременно какой-то типа болеро классика плащ это может быть и эко кожа и натуральная кожа в виде цветочки они еще пока есть они пока украшают город но скоро конечно же они все засохнут замерзнут их просто уберут вообще город кстати цветами неплохо украшен петроградская не блещет этим потому что просто как говорится негде развернуться вот мы снова видим образ такой на три четверти из кожи на двух девушках то есть на одной бежевые брюки были и бежевая куртка из эко кожи у другой черные брюки так что для тех кто любит посмотреть питерский стрит стайл как выглядит просто просто улица в обычный день вот вы можете видеть мне кажется что во многих городах и странах разных в общем-то образы будут встречаться похожие каких-то выдающихся стрит стайлеров я сегодня не встретила ну такие чтобы прямо и потерять дар речи вот все одеты комфортно удобно красиво я бы сказала в соответствии со своим представлением о стиле и красоте считаю что петербургский вкус и стиль он существует но он не является каким-то не знаю кричащим что ли хотя с другой стороны есть те кто хочет принарядиться и своим образом удивить прохожих и тех кто встречаются ему на пути ну обычно так люди говорят это я типа для себя наряжаюсь ну на самом деле конечно не верьте те кто любит принарядиться они конечно же принаряжаются для того чтобы произвести впечатление все-таки на окружающих но по своему вкусу не слушая не оглядываясь на мнение других людей кожная куртка вся расшитая ну к сожалению мне не удалось поближе снять но это было достаточно интересно дорогие друзья я надеюсь вам понравился мой ролик я стрит стайл сейчас снимаю достаточно редко потому что ну потому что стрит стайлов стало так много и питерский стрит стайл он такой достаточно сдержанный но все равно для тех кому интересно посмотреть как сейчас выглядит город наш и люди прохожие я думаю это все равно интересно так что всем огромное спасибо за внимание буду благодарна вам за лайки за ваши комментарии и увидимся совсем скоро в следующем видео пока 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 пока